Саня Николаевич, здравия желаю. Приятного аппетита. Оставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Ну, вы на ВГС знаете, уже я поднимал этот вопрос, но до этого мы обсудили с Владимиром Владимировичем. Где-то после 1994 года известного Будапештского меморандума, где клялись все западные и Россия державы, Казахстану, Украине и Беларуси предоставили полную безопасность. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну, какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции? Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям и говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения Беларуси и России, и посмотреть, какой нормативно-правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. И, в принципе, как-то в 90-х годах ни шатка, ни валка об этом говорили. Сейчас, в связи с поступками и тенденциями на Западе, это обо всем этом забыли. Ну, какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких, кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас. Нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России. И вот мы с Путиным расставались, еще раз коснулись этого вопроса и договорились, что вы с специалистами приедете сегодня, и мы этот вопрос серьезно обсудим. В контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня, в том числе и специальной военной операции, скрывать не будем. Поэтому я благодарю вас, что вы приехали к нам. Я думаю, что мы сегодня обсудим все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений и ситуации, складывающейся в Беларуси, в России. Вторую проблему, которую я хотел бы с вами обсудить, это боевая подготовка и слаживание нашей совместной союзной группировки и российских военнослужащих, которые находятся на территории Беларуси. Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите, несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу и готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, и боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено, потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает союзное государство. Этот второй вопрос мы обсудим, ну и ряд других вопросов, которые у вас, возможно, интерес есть. Спасибо, Александр Георгиевич. Спасибо, что нашли время принять. Я действительно прибыл по результатам вашей поездки, вашей работы у нас в России, имея, естественно, соответствующие полномочия и поручения нашего президента, верховного главнокомандующего. И здесь отдельных словоблагодарностей хотел бы выразить. Вашему министерству обороны вам лично, Александр Георгиевич, предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Более того, достаточное количество инструкторов, офицеров привлекается от белорусских вооруженных сил для подготовки, в том числе и нашего пополнения. Действительно, здесь достаточно большая группировка, и мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем.